Уважаемые коллеги, всех рад приветствовать вас на очередном заседании нашей лаборатории, Международной лаборатории исследований мирового порядка нового регионализма Высшей школы экономики. У нас 17-й научный семинар, и сегодня у нас довольно интересное в условиях, в нынешних условиях, в условиях турбулентности, в условиях разрыва логистических цепочек. Это новые цепочки поставок в эпоху санкций. Спикер Татьяна Алексеева, эксперт по международной логистике, импорту и экспорту. Собственно, тему вы видели, вы видели аннотацию, и надеюсь, что дискуссия у нас получится интересная, продуктивная. И, соответственно, коллеги могут задать интересующие их вопросы. Напомню, что Татьяна является практиком, и это очень важно, когда мы, теоретики, не всегда понимаем вот эту суть, соответственно, проблемы. Пожалуйста, Татьяна, вам слово, и мы можем начинять. Спасибо, Георгий. А у меня сразу вопрос такой, орг-вопрос. А мы вопросы будут задавать в процессе или в конце? Ну, у нас обычно в конце, у нас некое, как бы сказать, сообщение, скажем так, в начале, небольшое, возможно. И потом вопросы уйдут уже по ходу, в конце уже где-то там, да. Хорошо. Спасибо за приглашение. Повторюсь, это для меня такой необычный опыт. Обычно я выступаю в последнее время на конференциях по маркетплейсам перед бизнесменами, предпринимателями, для которых импорт и экспорт, в основном импорт актуален, но для работы. Представлюсь, меня зовут Алексеева Татьяна. Так, переключать. Меня зовут Алексеева Татьяна. Я представляю компанию Ван Транспорт. Мы занимаемся международными грузоперевозками, таможенном формлением, сертификацией. И это все о том, что связано с импортом и экспортом, с импортно-экспортными операциями. Я тоже училась на мировой экономике, то есть, по сути, скорее всего, изучала те же предметы, что и вы, мне кажется. И после обучения я работала в различных международных и российских компаниях. Это все были транспортные компании. Вначале это была компания, которая занимается международными переездами, и далее уже я занималась коммерческими грузами. Вот, опыт порядка 10 лет. Так, а как же здесь мне переключить? А, вот. Также по роду деятельности я посещала различные международные отраслевые выставки в Китае, в Азии, в Европе. И выступаю спикером в основном на конференциях, где связано что-либо с импортом и экспортом. После найма я работала в партнерстве, и сейчас после партнерства я самостоятельно развиваю с командой компанию транспортно-экспедиционную. И мы занимаемся, как я озвучила, мы экспедиторы, то есть занимаемся организацией доставки грузов либо импортных, либо экспортных из разных стран, так скажем. Если будет интересно, подробнее расскажу. Но сегодня мы не про это, не про компанию, не про конкретно нас, про услуги, а про текущую ситуацию. А, вот. Конечно, все изменилось, все с ног на голову. Вообще, так скажем, если уйти немножко раньше, то есть в начале был такой кризисный момент, когда была пандемия. Стоимость доставки из Китая, например, увеличилась раз в 10 со времен, допустим, в среднем, как в течение, не знаю, последних моих 10 лет работы. И что, какие ставки были сейчас во время пандемии. Сейчас у нас новый такой виток коллапса и хаоса, это военная операция. И можно вообще сейчас вернуться сказать, что, по сути, представьте, что вот все вот эти цепочки поставок, которые были годами многочисленными компаниями налажены, все разорвалось, все цепочки поставок разорвались. Вообще, мы планировали эту встречу с Георгием намного раньше, да, я все откладывала, потому что в такой турбулентности нам нужно, реально сейчас компании на самом деле выживают. И что поменялось? Значит, что поменялось, это, во-первых, вся Европа, вся Америка теперь с нами не хочет сотрудничать и нам сейчас нужно разрабатывать новые пути поставок и новые цепочки отлаживать. А Китай, слава богу, с Китаем мы сейчас работаем, сотрудничаем, возим, но тут у нас есть другие ограничения, которые вот мы, вот по пунктам я разбила в презентации, мы их сейчас пройдем. Что касается европейского направления. Из-за введенных санкций Европа отказывается сотрудничать вообще с Россией. Некоторые страны не хотят даже отправлять что-то на Россию и мы таки вынуждены искать другие третьи страны, через которые мы можем возить. Это, например, как я в последующем помяну, это Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Вот. Если пройтись конкретно по каждому виду перевозок, вообще мы всегда возим какими путями, это море, авиа, авто и ЖД. До пандемии активно пользовались морскими доставками, это было дешево, это порядка, допустим, 40-футовый контейнер, это 1500, например, долларов. Во время пандемии это стало порядка 12-13 тысяч долларов. Сейчас, во время пандемии, вернее, во время пандемии мы перешли на ЖД перевозки. Раньше море была самая дешевая доставка из Китая, например, и продолжаем также возить по ЖД. Морем уже возим меньше, потому что долго, и тем более, что такие крупные судоходные линии, как Симэй, Силэнд, Майск, Ичендэм и Масси, они перестали с нами в наши порта заходить. Поэтому, по большей части, перешли на ЖД, на ЖД из Китая. Но есть и другие-другие судоходные линии. Это ВАН и МСС постепенно начинают все-таки через Китай работать, но переходят на предоплату. И вообще такая тенденция, что, к сожалению, для нас и для клиентов, и для экспедиторов большинство, и даже почти все у нас 100% китайцы не только за товар берут. За товар можно договориться на 30 на 70 обычно, да. А вот за доставку со времен пандемии мы везем по предоплате. То есть клиент начал нам платить предоплату, и мы делаем предоплату китайцам, китайским экспедиторам. Это из минусов, которые вот на данный момент продолжаются. В связи с пандемией некоторые китайские линии, которые в европейские порты не доходят, они начали возить на Дальний Восток. Это Синакор, СИЦ, ну и там некоторые такие неизвестные морские линии. И также еще затруднения вот буквально в марте в том, что дополнительные ограничения связаны с локдауном в Шенчжене. То есть, казалось бы, у нас в Москве, в России все уже про коронавирус забыли. Совсем у него как бы никто не обсуждает. А вот в Шенхае и Нимбо локдаун включили. Это, конечно, то есть, усложняет, опять же, немного доставку из Китая. В Новороссийск тоже перестали заходить европейские суда. Зим была такая израильская линия, они тоже перестали в Новороссийск заходить. Но зато есть хотя бы турецкие морские линии. Соответственно, из того, что меньшее количество морских линий, соответственно, тут ставки стали больше. И по времени это стало все дольше. Про авиаперевозки. То есть, конкретно мы говорили про море, про ЖД, сейчас про авиа. А авиаперевозки также тут тоже очень много ограничений. Как вы знаете, лизинговые компании не разрешают выезжать за рубеж. Соответственно, русские самолеты уже боятся отпускать, потому что их... Вернее, самолеты, которые в лизинге, русские компании боятся выпускать за границу. Соответственно, зарубежные авиалинии перестали совсем летать на территории России, потому что страховые компании уже не обслуживают такие зарубежные линии. Соответственно, теперь у нас стало меньше возможности по авиа. Это стало дороже и сложнее. И еще к тому же, такие курьерские компании, которые возят маленькие грузы, типа как DHL, FedEx, UPS, они тоже отказались работать в России. И это все, вы понимаете, приводит к тому, что стоимость заставки дорожает и становится меньше возможности забронировать. По автоперевозкам. В основном из Европы возили авто. Сейчас большие сложности по автоперевозкам. Там были и забастовки. Российские перевозчики точно туда не ездят. И белорусские тоже в том числе. По сути, с наличием транспорта нет проблем, но и даже стоимость снижается. Но подпадают под ограничения большинство товаров, так скажем. И, соответственно, европейские экспедиторы не все могут оформить эти экспортные декларации. То есть такая ситуация, что в такой... Ну, сейчас вот в марте, в апреле такая неразбериха, что в большей части, чаще всего, просто все затормаживается. И уходит время очень много на разбор того, что можно отвезти или нельзя. То есть как банки затормаживают все платежи, и все хотят настраховаться, и люди боятся тоже, что где-то встанет груз. Поэтому это все просто, даже если это можно везти, это едет дольше. И то есть такие некоторые препоны ставятся. ЖД перевозки. То есть на ЖД никто не оглашал никакие санкции. То есть у нас есть российские железные дороги, которые вполне, можно сказать, что спасают логистику. Авиа не летает, авто ограничено, море тоже. То есть можно сказать, что, слава богу, у нас есть ЖД. Тут есть нюанс, что даже во время пандемии, то есть до военной операции, были такие, так скажем, брошенные поезда. Что значит брошенные? Это когда поезда выехали, но из-за скопления на ЖД-станциях Московского узла они их затормаживают, на отдельные пути выводят, и они стоят и ждут там в своей очереди. Это называется брошенные поезда. Таких стало где-то в феврале достаточно много. И мы иногда пытаемся там угадать. У нас договоры с разными терминалами в Москве, ЖД-станциями. Поэтому иногда вот и даже через китайцы пытаемся понять, где очередей меньше, так скажем. Про транспорт сказала, то есть мы сейчас в большей части возим ЖД. По товарам. Опять же повторюсь, что большинство экспортеров, например, в Европе, я не говорю про США, хотя, например, в Европе, тормозят большую часть перевозок. Просто есть санкционные товары, есть несанкционные товары сейчас. Тут есть список, вот вы видите на презентации, что какие товары сейчас попали под список санкций, там трубы, станки и так далее. Вот допустим, мы трубы возили из Европы, сейчас уже все под санкции, мы не можем, можем возить только из Китая. То есть на Китае тут наше все, да. Япония запрещает экспортировать полупроводники, радары, сенсоры, это все такие очень точно такие технологичные товары, очень нужные нам. И если интересно, что теперь мы не увидим из Европы, ну либо увидим точно дороже, дальше обсудим почему, это и еда, то есть вина, пиво, электронные товары, в том числе домашнего пользования, там вентиляторы, фены, микроволновки, электронные устройства, сигары, парфюмерия, косметика, часы, музыкальные инструменты, произведение искусства, одежда, обувь и аксессуары, к сожалению, жемчуг, там посуда, коллекционные монеты, стенки оборудования, запчасти, электроника, телекоммуникации, вот такие подобные товары мы теперь из Европы, по сути, увидим, так скажем, это будет доезжать до нас не так быстро, сейчас обсудим почему, и будет намного дороже. Не только от того, что девайверовался рубль, сейчас для нас доллар стал просто дороже. Дальше. Есть у нас зато дружественные страны, это Китай, Турция и страны Евразийского союза, страны союза, это Казахстан, Киргизия, Армения и так далее. Китай, из Китая мы, конечно, можем восполнить какую-то часть товара, но тут нужно понимать, что Китай скорее тоже осторожно относится, то есть есть еще и другой нюанс по переводу денег в Китай. Про Турцию есть такой нюанс очень интересный, площадка у нас есть в России от ТИСУ, возможно, знаете, это как биржа перевозчиков и экспедиторов и грузовладельцев. от ТИСУ они заметили, что, то есть выявили такую статистику, что экспортное количество заявок по поводу Турции возросло на 125%. Но это все логично, потому что Турция это такой международный хаб, исторический международный хаб, так скажем, через которую давно проходили пути из Европы и Азии и благо сейчас все-таки Турция придерживается такого, если уйти немножко в политику, такого нейтрального нейтралитета, так скажем, то есть хочет дружить с разными странами. Поэтому Турция тут станет скорее всего такой транзитной страной очень важной. И еще вырос спрос на перевозки из Грузии на 66% и на 54% из России в Армению. В то же время перевозки из странами Е снижаются, например, число заявок на перевозки из Литвы сократилось на 41%, а из Финляндии на 57%. Количество заявок на перевозки из Китая в РФ сократилось в марте на 22%. Это, конечно, удивительно, но это скорее позиция ряда китайских компаний, которые опасаются попасть под западные санкции. Например, можно обсудить компанию Volkswagen, немецкая компания, которая проосновила деятельность России, как и многочисленные компании иностранные, которые ушли из российского рынка, она может снова запустить конвейеры, а проблемой стало то, что автокомпоненты застряли на границе с Польшей, которая не пускает грузы. И сейчас решается вопрос о том, чтобы перенаправить их через Стамбул, далее в Грузию и оттуда в Россию. Возможно, летом заводы заработают, но для этого придется объехать Черное море. То есть тут как вы видите единственный выход это найти, построить новые цепочки. И этими цепочками, то есть новыми хабами будет и Турция, Казахстан и еще Объединенные Арабские Эмираты можно отметить. С Объединенными Эмиратами есть нюанс, потому что они, так скажем, более осторожны по переводам, осторожны в виде, чтобы не попасть под санкции, да, а Казахстан, Скорее на будущее есть риск, что тоже могут как-то объединить, так скажем, с Россией санкциями. То есть об этом пока напрямую не говорится, но опасения вот такие есть. Это пока просто на подумать. Так вот, как обойти санкции, есть разные таможенные режимы, то есть не просто импорт, например, если вот мы сейчас рассматриваем потоки через Турцию, в данном случае это будет реэкспорт. То есть когда например товар из Европы перепродается на Турцию, затем Турция перепродает на Россию. В данном случае это ну как бы тут например Турция это единственный путь, как можно обойти эти санкции. Да, конечно, Европа понимает, что это все идет на Россию, но как бы это такой один из выходов, через которые в том числе такие крупные как Volkswagen компании будут пользоваться и сейчас я знаю экспедиторы, некоторые клиенты открывают, вот у нас клиенты открывают компанию в Казахстане и другие компании либо используют те компании, так скажем торговые дома, их еще называют, когда компании в России открывают компанию где-то в Китае или в Дубае или на другой стране и используют эту компанию как такая своя транзитная компания, через которую можно легко и грузовые и финансовые потоки провести. Есть два вида реэкспорта, ну вот мы кстати я не помню изучали ли мы это в институте, наверное изучали просто забыла, есть два вида реэкспорта, это прямой и косвенный, прямой это когда товар все-таки завозится на территорию Турции, например из Европы привезли в Турцию, в свободной экономической зоне там перепродали, физический товар через допустим Стамбул пришел сделали договор купли-продажи между европейской компанией и турецкой и затем физически допустим из Стамбула там на российской или по ЖД в Москву или авто через Грузию этот груз едет на Москву и перепродается, турки перепродают России. есть еще и косвенный экспорт, когда физически не идет через эту страну груз, но по документам кульпродажа все-таки происходит. Есть нюансы, не будем вдаваться. Сказали полчаса, так, я думаю, что уложимся. Вот к сожалению, вот сейчас не знаю, за всю мою работу это, конечно, самый сложный период вообще, просто самый сложный период, потому что все нужно перестраивать заново и нужно очень много нюансов учесть, не только там в логистике, не только в санкциях, в санкционных мерах, которые приняты по отношению к товару, не только нюансы по логистике, когда можно заехать или нельзя в определенный порт или так далее. Еще нужно учесть финансовые потоки, потому что сейчас проблема еще и в связи с тем, что в начале марта в Евросоюз получил международные системы SWIFT, ВТБ, Банк России, открытие Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВебРФ. И всех контрагентов, ну, то есть их банк-посредников. Соответственно, нужно учесть еще, можем ли мы перевести. То есть вот сейчас, в данный момент столкнулись, допустим, мы, у нас был в Юникредите счет, то есть мы там срочно начали открывать другом банки, потому что был слух, и Юникредит собирался уходить с российского рынка. мы открыли сейчас в Альфе, вот только недавно, в Модульбанке. В Модульбанке у нас идет платеж уже третью, четвертую неделю, то есть из Модульбанка платеж ушел, а китайцы его не видят. Соответственно, так как обязательная продоплата, да, как я говорила, и еще ужесточается тем, что если они вовремя не получают до выхода через границу Китая, то они могут вообще отказаться, вообще в принципе могут отказаться от фракта и не вернуть деньги. Ну, то есть тут опять же риски увеличиваются. Вот. То есть Модульбанк нам, например, не перевел деньги до сих пор. То есть мы на таком стрёме. А в Альфа-банке открыли счет сегодня, вот только сегодня, там, два часа назад сказали, что слух пошел, что его тоже закроют. Ну, то есть будут санкции. Ну, то есть мы буквально вот каждый день что-то меняется, вроде все придумали, договорились, посчитали, все окей, потом снова какие-то нововведения, ну, как бы и я понимаю импортеров, потому что в такой ситуации работать невозможно, особенно когда волатильный курс доллара, конечно, предприниматели не понимают, по какому курсу покупать, а если они кажутся минусы, поэтому вот мы сталкиваемся с недостатком каких-то товаров сейчас, возможно. Я не вижу, конечно, большого товара, там, какого-то глобального, но в ближайшее время как бы это все логично, обоснованно вот этим многочисленным фактором, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, есть положительные, конечно, моменты, что был до этого разработан и для замены SWIFT и внутророссийская система, сейчас это SPFS, система передачи финансовых сообщений. Я на практике пока этого не использовала, хотя нам, допустим, даже китайцы рекомендовали через Альфу переводить. Посмотрим, как мы это можем использовать. Причем ЦБ уточняет, что за границу деньги сейчас можно переводить через компании-посредники и по реквизитам получателей через банки неопавшие под санкции. Ну, то есть ЦБ якобы нас успокаивает, но по факту мы видим, что платежи долго идут. И вот мне буквально до этого нашего вебинара позвонил клиент и сказал, что что будем делать, давайте Альфа теперь уже все под санкциями, нужно что-то менять, что-то в каком-то другом банке открывать. Вот завтра с утра будем решать. Я думаю, что дальше там пойдет по очереди Финамы или там будем выяснять у кого какие есть кто. Это нужно нам сейчас, то есть помимо того, что занимается логистикой, нам нужно еще углубиться в то, что какие там банки-корреспонденты и как мы можем эти платежи вообще осуществить. Вот. Вы заметили, возможно, кто следит за курсом доллара, что до этого был курс там 100, 100 с чем-то, 110, 115, сейчас около 80 с чем-то. Возможно, это в том числе и благодаря нововведениям, которые у нас были в валютной законодательстве, вообще нововведения сейчас, конечно, законов очень много. Вот. Одни из нововведений по валютам это обязательства продажи 80% валютной выручки. Ну, то есть обязывают экспортеров обязательно большую часть выручки продавать, соответственно, рубль укрепляется. Для резидентов, импортеров услуг установлен лимит на авансы в размере 30%. Ну, по сути, тут нас не касается про 80% валютной выручки, там есть нюансы, там много оговорок. Нас не касается 80% валютной выручки, потому что, как экспедиторов, потому что мы занимаемся с услугами по международной доставке. Это касается именно экспортеров товаров. То есть там в этих законах тоже много нюансов. Не буду углубляться. В таможен законодательстве тоже очень много нововведений. Теперь разрешен параллельный импорт, то есть можно возить Apple, Adidas, и ничего вам за это не будет. Раньше это был бы штраф в 5 миллионов рублей. Конечно же наши заграничные международные компании, которые обладают этими правообладателями этих торговых марок, недовольны, но как бы в этом случае таможня решила обеспечить нас товарами, так скажем, и облегчить жизнь импортерам. Так, здесь углубляться не буду. Тут есть еще нюанс, что будут все-таки отслеживать американские, европейские компании будут отслеживать, куда едет груз, их товар, потому что скорее бренды-держатели, так скажем, правообладатели, они не захотят особенно на Россию все же продавать. Тут опять же активно будут продаваться на другие страны, на Дубай, на Турцию, на какие-то транзитные страны. Ну и конечно же это очень негативно повлияет на инвестиционный климат. Я не знаю, уже актуально говорить про инвестиционный климат вообще России или нет. Это все негативно влияет, потому что уже этим компаниям будет опять же сложно заходить снова на российский рынок, если они когда-то будут снова возвращаться. Дальше. Еще из нововведений, что освободили от уплаты в основной таможенной пошлины. Те товары, которые являются для нас сейчас важными, это большой плюс предпринимателям, которые импортируют продовольственные товары, фарму, электронику, цифровые технологии, продукции, легкой промышленности даже, металлургической продукции, строительной и транспортной отрасли. Это все можно будет импортировать беспочтно, там есть ссылка на документ, беспочтно, с уплатой только НДС и вот по продовольственной продукции там будет НДС даже не 20%, а скорее 10%. Что нового появилось в сертификации? Тут тоже хорошие новости, послабление, можно будет использовать вместо сертификата, который стоит порядка 100, 200, 150 тысяч, можно будет сделать декларацию соответствия, которая стоит порядка 15, 20, 25 тысяч. Есть нюансы, опять же, можно сделать только на партию, не на серию, то есть не на все несколько там завозов, а только на партию на один раз. Это, конечно, удобно, если предприниматель импортирует, ну, тестирует какой-то товар и там потратит, по сути, не 100, 200 тысяч, а только там 10, 20, 25 тысяч и завезет партию и протестирует этот товар. То есть это такой один из плюсов. Простили инспекционный контроль, можно будет его удаленно проводить. Затем использовать сертификаты безопасности иностранные, то есть можно и показать какие-то китайские сертификаты безопасности, то есть это, конечно, нужно проверять конкретно по товару, что можно, что нельзя, ну, вот такие послабления есть. И все, блок вопросов, я постаралась так коротко, потому что хочется рассказывать про то, что интересно, вот, я могу много чего там детально рассказать. Татьяна, на самом деле очень интересно, мне кажется, коллег много вопросов. Пожалуйста, коллеги, ваше время пришло, можете задать эксперту вопросы, которые вас интересуют по поводу импорта, экспорта, логистических цепочек и так далее. Задавайте вопросы. Видимо, коллеги пока переваривают то, что было сказано. Ну, я тогда начну. Вот тот самый вопрос, который был вынесен в аннотацию. Действительно, сможет ли китайские бренды заменить нам европейские, японские и прочее? То есть, может ли Китай полноценно нам заменить Европу? То есть, может ли условно там что-то заменить нам Apple, предположим? Это, во-первых. И второй, наверное, вопрос, сколько все это нам как конечному потребителю будет стоить? Насколько все подорожает? Наверное, это, наверное, больше всех интересует. Конечный потребитель всегда интересует именно вопрос цены. Все интересные цепочки это, безусловно, интересно, но всех это интересует, во-первых, как формируется цена, за счет чего? Наверное, уже начинают люди понимать, за счет чего начинает формироваться эта самая цена, но именно насколько, во-первых, это будет нам все стоить? И второй вопрос, может ли Китай нас как бы обеспечить какими-то заменами чего-либо? Ну, первый вопрос в поводу может ли Китай обеспечить? Я думаю, что каким-то товаром может, но, конечно, не всем. Опять же, мы привык, тот, кто привык покупать, например, телефон Apple, он, наверное, очень расстроен, потому что есть отличия между Apple и Xiaomi, Redmi и так далее, китайскими брендами. И про технологическое оборудование, какие-то запчасти для, опять же, вот, допустим, у нас клиент запчасти для вертолетов, но не производят их в Китае, то есть, ну, как бы их производят в Штатах и в Европе, то есть, все равно их, в принципе, нет в Китае. Какое-то сложное технологическое оборудование, которое раньше, допустим, из Японии покупали, как бы раньше, как бы, насколько бы мы задолго Россия не пыталась организовать импортозамещение, но все равно им все заместить не получится, да, и все 100% товаров в Китае скорее не найдешь, либо найдешь, но по другому качеству. То есть, опять же, вопрос конечным пользователям, если вы вам окей, то есть, вы сейчас вот готовы от Apple перейти, например, чисто на китайскую, на китайский телефон, вот вам и ответ, ну, наверное, не очень, да, все равно мы будем возить, все равно мы вынуждены какие-то находить способы, чтобы ввести, опять же, запчасти для самолетов, чтобы они летали из тех стран, которые уже годами, десятилетиями производят товары из Европы и из Штатов. Поэтому, опять же, насколько увеличится тут уже ко второму вопросу ответ, насколько увеличится стоимость доставки, все эти товары мы будем возить, будем искать, как привезти через разные страны, через Турцию, через Дубай, через Казахстан или там еще какие-то найдем пути, да. Тут увеличится стоимость доставки, опять же, то есть, нужно будет привезти в другую страну, например, в Турцию, в Стамбул, привезти туда, там будет возможно какое-то и хранение на таможенном складе, таможенный склад это всегда платное хранение, да. Затем всегда компания, которая занимается реэкспортом, да, как я говорила, которая покупает и перепродает, она всегда учитывает процент, тот процент уже по рынку, вот он буквально вот формируется на течение месяца, не знаю, двух-трех недель, я пока не собирала по рынку какой процент, но слышала там и 3, и 5, и больше процентов, и даже, может быть, у кого-то 10 процентов, это от инвойсной стоимости, да, потом этот груз снова нужно ввести, и это добавит, ну, как бы логистика, и плюс большая часть расходов, наверное, это на компанию, которая является транзитной, транзитной компанией, которая тоже должна через свою компанию это пропустить, у них же, они тоже считают и сколько налогов заплатят, сколько хранения там возникнет на таможенном складе, но возникнет переоформление документов, ну, то есть это тоже стоит на шоколику, там, у кого-то звук учен, а насколько увеличится, тут я бы никто не считал, мне кажется, но я бы вот сейчас сходу сказала бы процентов на 30 точно, тем более, что и курс доллара у нас поднялся. Тут я видел, Яков вроде включал видео, видимо, как его вопрос. Здравствуйте. Я из Новосибирска институт экономики. Скажите, пожалуйста, тарифы РЖД сильно выросли за последнее время. И второй вопрос, перевозка по Транссибу, на ваш взгляд, из Китая в Россию, насколько она возрастет из-за всех вот этих новых нововведений, ограничений и так далее. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. В разы возрастет, я вот не углублялась сильно, но у меня была такая где-то информация, что ожидаю в два, а мне кажется, что не только в два раза увеличится, потому что все эти потоки через Европу, вместо Европы, так скажем, что-то повезется из Китая, что можно заменить, мы какие-то товары все равно можем заменить, соответственно, поток из Китая увеличится. А что касается увеличения стоимости по ЖД, вообще, на самом деле, со времен пандемии, да, то есть, когда ставки увеличились в целом на все, и на море, и на ЖД там 8-10 раз, я замечала, что в этом году, вот с момента, когда вот февраль, февраль-марта, время этой военной операции, соответственно, все больше часть притихли, мало кто, уже мало кто что-то импортировал, тем более, сколько наул курс, и, возможно, поэтому, из того, что импорт упал, китайцы все-таки снизили ставку на, ну, мы, по крайней мере, возим по ЖД, потому что ЖД выгоднее и быстрее, они чуть снизили, то есть, примерно, ставки сейчас там 9 тысяч, 10 тысяч долларов, а до этого были в феврале, в январе, там, и 13 были тысяч долларов, 12, это я про 40-футовый контейнер поговорю, ну, то есть, обычно везти, чем больше, тем дешевле, стандартный такой объем, это 40-футовый контейнер, до 20 тонн, вот, вот, и, ну, я думаю, что будет увеличиваться стоимость ЖД, тем более, что еще есть нюанс, мы же в доставку все равно включаем в общем, да, от двери до двери, а тут еще есть нюанс, не только сама ЖД, но и станции, ЖД-станции в Москве, есть самая большая такая Ворсина, станция, так вот, Ворсина, они уменьшили количество бесплатных дней, ну, то есть, только груз приходит на станцию, я не помню, сейчас они, раньше было, по-моему, 3 или 5, надо посмотреть в тарифах, в договоре, срок бесплатного хранения, а сейчас один или два дня надо посмотреть, то есть, намного, намного, значительно уменьшилось, ощутимо уменьшилось количество дней бесплатного хранения, то есть, пришел груз из Китая на Ворсина, например, да, есть время для ЖД-станции, пока они этот снимут с поезда, этот контейнер, они снимают с поезда, выдают нам документы, мы по этим документам оформляем, делаем таможенное оформление и можем вывозить, и вот количество дней вот бесплатного вот этого, пока он там находится, оно уменьшилось, соответственно, это будет, опять же, перекладываться, мы будем, то есть, ЖД-линия, ЖД-станция перекладывает на экспедитора, экспедитор перекладывает на клиента-импортера, да, а импортер, соответственно, вкладывает эту стоимость товара, например, привезли мы посуду одноразовую, ну вот, одноразовая посуда в сетях станет подороже, ну, как бы вы уже, наверное, это увидели, они должны были давно уже вложить это в стоимость, соответственно, все импортные товары сильно увеличились в стоимости, то есть, ответ на вопрос, все будет расти, а еще плюсом, кстати, не упомянула, например, мы же потом растаможили контейнер по ЖД, мы его вывозим контейнеровозом с ЖД-станции, соответственно, вот я общалась с собственником этих контейнеровозов, он сказал, что и лизинг подорожал, да, лизинговые платежи, потом запчасти, опять же, у него подорожали, у него запчасти же тоже импортные, и сами машины подорожали, которые он берет лизинг, эти маны и так далее, то есть, не все намного дороже стали, то есть, я не помню, как порядок цен, но прям намного, намного, это, как, знаете, сравнить, вот вы ощутили, что легковые машины сильно подорожали, точно так же подорожали грузовые машины. В два раза примерно, в их три. Вот, два раза, да, вот примерно в два раза подорожали грузовые машины, соответственно, это все прикладывается, ну, вся стоимость логистики прикладывается на конечного пользователя, ну, вот, на нас с вами. Спасибо. Какие платные новости? Есть еще, коллеги, вопросы? Ну, тут есть вопрос. А, да, пожалуйста, все, Влад, и вопрос есть еще внутри, как-то в чате. Да, спасибо, здравствуйте, спасибо, Татьяна, за вашу презентацию, очень интересно. У меня, такой вопрос по поводу влияния пандемии на российскую внешнюю торговлю. Вот, я знаю, что в Индии после начала пандемии выиграли такие статьи экспорта, как рис, то есть импорт, прошу прощения, рис, и оборудование для автоматизации производства. Вот, были ли в России, по вашему опыту, примеры, там, экспорта, импорта, таких статей внешней торговли, которые выиграли от начала пандемии, то есть они возросли. Или это было тотальное падение. Это вы про импорт, да? Про импорт в Россию? Да, да. То, что выиграла, ну, то есть, какие товары сейчас выгодно импортировать в Россию, такой вопрос. Да, да. Хороший, конечно, вопрос, что выгодно импортировать. Ну, я замечаю, что, по сути, наши клиенты, те, которые импортировали свои товары, они все равно продолжают возить, то есть был какой-то такой ступор во время повышения, резкого повышения для нас девальвации рубля, так правильно сказать, да? Какие товары выгодно импортировать? Ну, это хороший такой вопрос для поставщиков маркетплейса, потому что сейчас маркетплейс это такая актуальная тема для принимателей. Я бы сказала, это все то, то, что товары народного потребления, чем мы пользуемся сейчас, в том числе и какая-то там, допустим, во-первых, это замена компаний международных, которые ушли из рынка, там очень много компаний ушло, да, и строительные товары, и, ну, там можно перечислять до бесконечности, наверное, какие международные компании ушли. Вот эти, я бы, если бы я искала товары, то я бы выбирала из тех, которые ушли. Там, допустим, и какие-то сложные запчасти, какие-то сложные там электроники и так далее, то есть их тоже можно найти, по сути, в Китае. Кстати, про Китай на днях будет кантонская выставка онлайн. Ну, если интересно, если, допустим, кто-то, может быть, и даже товарным бизнесом захочет заняться из Китая, то это, ну, Кантон, это такая, одна из крупнейших в мире выставок, она проводится в Китае обычно два раза в год, и во время пандемии они сделали эту выставку онлайн. Соответственно, там можно пообщаться с поставщиками, увидеть презентацию товаров. Я так отвечу, наверное, не полный этот вопрос, потому что такой вопрос на засыпку, какой товар можно возить, но даже предметы личные гиенны, я заметила, что их нету. Допустим, все то, что я бы собрала, наверное, вот список тех компаний, которые шли, и собрала бы по рынку те запросы, которые вот наиболее актуальны, которые импортируются только из Европы. Возможно, есть такие все-таки люди еще не успели найти из Китая такие товары. Вот конкретику не скажу. Единственное, добавлю, что временем пандемии, конечно, увеличилось спрос на ноутбуки, на все то, что нужно для удаленного доступа, подставки, ноутбуки, лампы и так далее. Вот таким образом, то есть конкретно больше по товарным укатуре не скажу. Еще можно вообще на самом деле посмотреть и много программ аналитики, допустим, для маркетплейса тоже очень много программ. Вообще можно посмотреть, что больше покупается, какая товарная укатуре, а что меньше и посчитать маржинальность этого всего на круг. Вот, ну, то есть тут много можно использовать. Ну, еще, кстати, можно использовать такие сервисы, как экспортный центр, например, они даже не только экспортерам начали помогать, но импортерам, я так край муху слышала. Про ТПП, торговую промышленную палату не скажу, я с ними не сотрудничала. Вот экспортный центр, они много проводят мероприятий, мы даже использовали их, они нам сделали страничку в Европейджис, это B2B-площадка европейская, ну, вот сейчас она, наверное, нам не актуальна уже, к сожалению, но, тем не менее, как-то в Гугле, наверное, нас можно найти тоже, кстати, одна компания нас нашла из Великобритании, вот. Тут еще вопрос из чата, такой довольно провокационный, Иран долго жил под санкциями, будет ли нам так же плохо, как иранцы. Да, я тоже изучала, как вообще Иран потом выживал в этих санкциях, говорят, что там и фондовый рынок сильно поднялся, но большой вопрос, будет ли такая же у нас история, потому что все-таки это по большей части мне кажется зависит от политики государства, потому что от всех законодательных актов, которые принимаются на параллели проводить можно, да, то есть сравнивают даже вообще с Венесуэлой, у Венесуэлы там тысячные проценты инфляции, да, но там это связано с, как говорят, что с конфликтом, еще политическим внутри, с политическим конфликтом, что касается Ирана, то нам придется отчасти сейчас перенимать опыт Ирана для того, чтобы выживать вот в таких условиях санкций. Отчасти я бы сказала, что да. Мы еще до конца не видим, не понимаем, мы только в процессе вот, что касается с моей стороны, касается международных грузоперозок, мы прям вот только вот прям выстраиваем и новые пути отлаживаем, они рушатся, и мы потом снова пытаемся вот выстраивать. Поэтому опыт Ирана точно стоит использовать. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Хотя бы парочка или хотя бы последний вопрос у вас? Или вам все понятно? А тут вы больше части студенты или... Тут перемешка, тут я видел даже некоторые преподаватели заходили, но уже сейчас благополучно отваливаются, у нас сейчас уже где-то в половину уже меньше, скажем так, было, в пик было 30 человек, сейчас уже осталось 18, вот, судя по всему, довольно много студентов. Да, пожалуйста, Екатерина. Спасибо, добрый вечер. Я студентка как раз-таки факультета мировой экономики. Я хотела спросить по поводу дальнейшего решения таких логистических проблем, например, Uniqlo, который не хотел уходить с рынка, но так как они перевозили одежду на американских кораблях, которые отказались привозить что-либо в Россию, им все-таки пришлось уйти с рынка, и вот, как вы думаете, какой прогноз, когда они смогут найти замену этим американским кораблям, и смогут ли, и насколько для них это будет дороже и сложнее? Если они смогут, конечно, будет дороже, дороже точно, да. Я не знаю, там, кухню, вот, с Uniqlo, когда вот я в найме работала, у нас был тендер, как раз занималась, по отраслям делились, занималась развитием, продавали как раз для фэшн, то есть для одежников, и в Uniqlo тоже по ВЭДу по мне общалась, они очень специфичные, на самом деле, вот, я работала в японской компании, японцы очень специфичны, поэтому тут очень важную роль играет вообще политика партии, так скажем, что они внутри себя решат, они вообще из Японии привезти, на самом деле, в Россию несложно, можно привезти через Китай, опять же, если с Китаем договориться, если договориться, да, с Китаем, потому что, мне кажется, Китай не захочет быть особенной транзитной страной, у них своего товара много, зачем им какую-то японскую одежду еще через себя провозить, но если, что касается денег, если бы они договорились с Китаем, то вообще наладить можно потоки, либо даже через Турцию можно наладить потоки, тут, мне кажется, просто вопрос такой политический, привезти можно, это будет дороже, и это можно, тут вопрос политики, мне кажется, да, я не знаю точно, я с Unicone не общалась, но с ведовцами Unicone, но мне кажется, так. Спасибо большое. А, ну, еще такой, наверное, вопрос последний от меня, это по поводу параллельного импорта, параллельный импорт, это вообще, насколько это будет, ну, как-то риски какие-то будут вообще с этим связаны, потому что выглядит это довольно специфически, скажем так. Ну, это, конечно, нужно, обычно мы, когда планируем что-то вести, мы проверяем с декларантом, точно ли это можно, там, или задаем вопрос там, таможни, если это возможно, если они нас проконсультируют, они, конечно, не особенно, там, такие консультационные услуги не оказывают, сейчас, сейчас же мы оформляем в режиме, ну, дистанционном, через компьютер, да, через центр электронного декларирования, поэтому это все равно, мы каждую перевозку, каждую травку проверяем, там, по составу, в смысле, по описанию, какая будет пошлина, и можно ли это импортировать, какие разрешительные документы нужны для импорта, ну, и для экспорта, например, поэтому это все равно будет проверяться, но закон такой есть, он уже опубликован, вначале это были слухи, вначале Бакачук, да, собственница Вабереса пошла Минфромторг и договорилась, а потом уже сказали, что вот точно закон такой есть. Это как-то уменьшит качество товара или нет, или что вообще, какие риски могут быть, или как бы какие-то претензии начнутся, или, я не знаю, контрафактные товары, что-то такое будет? Конечно, мне кажется, качество да, будет хуже, потому что правообладатель уже никакого, никакой силы тут не имеет, да, мы везли, например, ну, какой-то, не знаю, Adidas или какую-то там торговую марку везли, и Adidas уже ничего не скажет, а если это на самом деле какой-то китайский черпотреб, а кому пойдет вообще конечный пользователь, он пойдет к импортеру, скорее всего, к тому, кто получил сертификат, потому что, допустим, кроссовки, они подлежат сертификации, а сертификация сейчас стала такая ужесточенная с этого года, она не связана с военной операцией, еще до этого был закон, то есть очень много закрыли в этом году, там, в январе этих сертификационных органов, вообще, эта система сертификации раньше, несколько лет назад, была очень такая серая, можно было легко там заплатить, ничего не, никакой анализ, исследование не проводить, вот, а сейчас более-менее почистили вообще этот рынок сертификации, поэтому в данном случае конечный потребитель, например, постельное белье, да, у нас подлежит маркировке сейчас, можно скачать там этот честный знак, но некоторые товары подлежат же маркировке честного знака, можно скачать предложение, отсканировать, увидеть импортеры, и если это некачественный товар, пусть он завезен, там написано, там даже это даст или еще что-то такое, все равно можно подать какую-то жалобу этому импортеру. Я практик, конечно, не знаю, мы так особенно не привыкли делать, как в Штатах, да, у нас нет такой практики, но тем не менее, это так должно работать, вот, так должно работать. Спасибо, спасибо, Татьяна. Ну, как-то пока не очень радужные какие-то будущее вырисовывается. Да, я на самом деле, я хоть и по жизни оптимист, но вот сейчас пока из позитивного что можно выделить, что у нас есть Китай, что мы можем выделить из Китая, из Ирана, из Казахстана, из Армении, Грузии, из Азербайджана, если мы найдем такие товары в этих странах, можем мы возить и из всех штатов, из Европы просто через спрос, это будет дороже, но тоже можно. Ну, плюс, что на нашей территории нет, конечно, военной операции, вот еще плюс. Ну, и плюсом, конечно, является то, что еще новые возможности открылись, пожалуйста, то есть много текстильных брендов, там, лакшери брендов, да, дорогих, много марок, там, много строительных материалов, там, много ушло из России, соответственно, все это может занять российский рынок, российские производители, опять же, у нас плюсом, плюс производителям, что, хотела сказать низкодешевые рабочие силы из-за безработицы, но тоже это минус, конечно, безработицы. Ну, плюсом является то, что мы можем их заменить и как-то расширить свое влияние. Понятно. Хорошо. Татьяна, спасибо. Спасибо коллеге, которые уже буквально уже начинают медленно отваливаться. Вот, что хорошо во флажном онлайне, и все можно видеть. А у меня вот есть вопрос людям, которые не задали вопрос, сказали, что студенты, а мне вот интересно, куда студенты планируют потом вот идти работать, какая у них вообще видение. Мне интересно, что вот в головах у людей просто вот, не знаю, синхронизироваться с тем, что, наверное, у меня было здесь в студенчестве и что сейчас вот люди думают, что это кто-то может ответить вот из студентов. Я так понимаю, что вот сказали, что больше студентов здесь. Вот, а Екатерина сказала, что она уже работает. Ну, да, тут, да, коллеги, можете задать, ответить на вопрос, чтобы у нас был некий диалог. Ну, я, наверное, тогда скажу, я раньше работала в Эрнстен-Янг в Аудите, сейчас работаю в Янгеле маркетинговым контролером, вот, с логистикой связано очень не тесно, то есть, ну, только с коллегами, когда какие-то вопросы возникают. А учились на мировой экономике? Да, да, ну, у меня бакалавриат международный бизнес, международная торговля, вот, магистратура сейчас мировая экономика. Ну, у нас много, много процессов связанных с импортом, в том числе, потому что компания немецкая, много сырья импортного, вот, у нас как раз сейчас заканчивается проект по импортозависимости составляющих компонентов продукции. И у вас встали перевозки или нет? Да, у нас один продукт, который буквально только-только вышел на рынок, он полностью импортный, и вот сейчас скорее всего будут большие убытки именно из-за того, что лонч не удался, скажем так, запуск продукта практически не состоялся. Но его планируют все-таки ввести сейчас какие-то другие страны или все? То есть если невозможно ввести, то ввести не будут? Ну, пока что обсуждается все, какие-то запасы еще есть на складах, на заводе. Больше проблемы сейчас с красителями, так как красителей нет, приходится делать белые бутылки, менять полностью формат. Нашли какие-то локальные, пока что только сейчас их R&D тестируют, и пока непонятно, что будет дальше, но главное, что компания осталась. еще какие-то коллеги есть, которые могли бы что-то или нет больше студентов, которые бы что-то фидбэк какой-то дали Татьяне. Да, что может быть понятно, непонятно было или еще вопрос. вот это типичная ситуация, когда ты вроде как говоришь и огромное количество людей молчит. Я думаю, для Татьяны это, наверное, для меня это привычно, для Татьяны, может быть, не совсем привычно, к сожалению, у нас такая культура, которую никак нельзя выбить, это вот молчание, что надо все понять, а когда начинаешь спрашивать, ничего не понятно. Но почему-то в биле, что если ты задашь вопрос, ты будешь казаться глупым, поэтому у нас почему-то можно проявляться. Почему-то молчат, да. Хорошо, коллеги, значит, наверное, на этом тогда мы можем закончить. Спасибо всем за внимание, те, кто остался до конца. Даже если те, кто не остался до конца, вы можете это видео посмотреть на нашем сайте, мы его обязательно выложим и обязательно будут у нас новые семинары, тоже интересные, потому что время у нас такое интересное, поэтому международники не могут остаться в стороне, чтобы как-то не рефлексировать на эту тему, на тему экономики, на тему политики и все такое прочее. Все, большое спасибо всем, до встречи. Большое.